Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Виталик и Ангелина. Вернее, о канале Ангелина Насибулина. Но Виталик и Ангелина тоже затронем. Виталик у нас наконец-таки появился. Рассказал, что не снимал видосы, да, и смотрел фильмы, играл в игры, якобы потом занимался там какой-то работой, то бишь он не отсутствовал и прекрасно видел, что пишут комментарии, что волнуются бабушки за них, пожилые люди, которые донатили им. Но ведь только по барабану. Понятное дело, решили поинтриговать, да, после такого видеоролика, и чтобы побольше комментов написали, чтобы добавилось просмотров, всё это решили списать хитростью, да. Но, как таковых, космических просмотров и не было. В общем, дальше, ребят. Дальше у Ангелины вышел видеоролик. Якобы разговорный видеоролик. Ангелина якобы решила поболтать, но в то же время не просто поболтать. Совсем-совсем не просто поболтать, а поклянчить денег у подписчиков. Ну да, у тех же самых бабушек, которые так волновались за Витальку, но этой парочке было по барабану. А теперь понадобились деньги. Ангелина вышла, несколько раз объявила, да, сидя на стуле, что это будет разговорное видео, якобы. Она ничего никому показывать не будет, просто будет разговаривать, да, намекать. И, значит, сразу рассказала, что вот якобы Виталю не забрали, якобы повестки нет, но если будет, то придётся ехать. Там что-то рассказала немного о своих братьях. Также говорила, что там кого-то там ещё забрали. Ни с кого не уточняла. И, значит, дальше она сказала, что вот у неё уже скоро день рождения. Но вот она даже не знает, что и как будет. Представляете? Не знает. А не знает, потому что ещё не накидали денег ей. Говорит, вот у нас финансовые проблемы. И как бы, что Ютуб так мало платит. Плюс вот из-за мобилизации, что якобы не снимали. Ну, это намёк, что вот эти вот все дни у них не было видео. Только спрашивается, почему не снимали. Почему? Ну, потому что, наверное, не хотелось. Виталька чем-то там особенным занимался. Я, если честно, не удивлюсь, что он бухал. Ну, это привычное для него дело. И, значит, дальше Ангелина говорит, я понимаю, что мне уже как бы и подарков никаких якобы ей не будет. Ну, и я это всё понимаю. Я всё прекрасно понимаю, да. Что даже и не обижаюсь, что подарков не будет. Да, это она нам так заявляет. Дальше началось уже про её вес. Как она похудела, какая там диета у неё была, что там было, что да как. Ну, и Ангелина тут её, короче, ребят, понесло. Да, понесло не в ту степь, ребят. Я даже аж смеялась. Рассказывала она там, что ей пришлось ушить желудок. Да, но всё равно, это надо всё равно достигнуть таких результатов, чтобы после операции воздерживаться от всего. Дорогуша, ты просто не могла больше съесть. Вот и всё. Поэтому ты и придерживалась. Но ты это всё не сама. Не сама. Я понимаю, можно было бы кричать вау, 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 когда человек с помощью диеты, физических нагрузок похудел, ограничивал себя. Да, сложно. Ты это не смогла. Не смогла. И согласна с этим, что не смогла. Потому что у тебя психологическая проблема. Да, обжорство. Это было видно, это было видно всегда. И мне кажется, до сих пор эти глаза у тебя всё равно в тарелках чужих. Но это уже, мне кажется, психологически чисто. Может быть, ты и не хочешь есть, но глаза по тарелкам бегают. И потом понеслось, что ой, я всё худею и худею. Да, даже если съем вредное, всё равно вес уходит. Говорит, и рёбра торчат уже у неё везде, и коленки торчат, ребят. И про эти кости она повторила торчащие несколько раз. Вот знаете, некоторые моменты, когда она что-то говорит, то лучше бы молчала. При всём том, ребят, я не думаю, что это хорошо. Потому что она говорит, что когда есть что-то вредное, то, что ей нельзя есть, её начинает тут же тошнить. Да, и это, ребят, не есть хорошо, когда болит поджелудочная, когда там болит, где желчный. Ребят, это не есть хорошо, это и есть проблема. И я не понимаю, чем можно здесь хвалиться и радоваться. Но такое чувство, как будто она хвалится. После этого, ребят, как она поговорила про свою, якобы, фигуру, про свою диету, про своё питание, она решила, как мне показалось, именно зацепить тему мобилизации, как она переживает, как ей плохо. Она не представляет, как она будет одна. Она сказала, что если кто-то хочет меня поздравить, то вы можете просто и комментарий поздравительный написать, и отправить мне деньги на карту, или закинуть донат. Я обещаю, что скажу вам спасибо. И я обещаю показать, сколько закинули денег. Ребят, вот это правда, финиш. Вот знаете, иногда мне становилось жалко эту парочку. Ну, все знают, что я вечно всех жалею. Но сейчас у меня опять, ребят, слов нет. Просто нет слов. В мире такое творится, а эти два лодыря сидят и только попрошайничают. Сидит с наглой мордой, с ногтями, да, с бровями. Вся из себя такая цыпочка, швабру в руки и пошла работать. И будут все твои хотелки выполняться. Денег ей дайте на подарки. Закиньте ей на день рождения деньги. Это какое свинство, ребят. У меня просто вот нет слов. Я вот такой эмоциональный человек, но это уже сверх наглость. Сидеть не работает, ничего не делает. В этом доме бардак. Слушайте, и нагло просит, чтобы ей перевели поздравления в виде поздравления денежек на карту. Ну, или донатик так. Ангелиночка, девочка моя, чтобы исполнить свои хотелочки, иди устройся на работу. И тебе тогда не будет времени и переживать, и плакать. Будет занят твой мозг, руки, ноги. Да, и хотелки, глядишь, потихонечку будут твои исполняться. Хватит рассчитывать на сердобольных бабушек. Кстати, в комментариях ей написали, ой-ой-ой, сколько много негатива. И правильно, потому что, ребят, ну правда, как можно быть такими наглыми? То на похороны ему дай денег, то дом сгорел тоже дай денег, то ремонтировать этот дом, который купили, тоже дай денег. Эти бабушки последние свои копейки отдают этой парочке. И рукастому Витальке, и красавице-хозяюшке Ангелинке. А эти привыкли и продолжают сидеть с наглыми рожами и клянчить. Села она, видите ли, записать болтологическое видео. Не поговори ты, села, дорогушечка. Села ты, чтобы выклинчить у сердобольных бабулек денег. Фу, мерзость зашкаливает. Слушайте, эти фрики уже просто обнаглели до такой степени, что просто уже нет сил. Наглые, ленивые попрошайки. Больше никак их назвать невозможно. В общем, мои хорошие, напишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение. Я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему. Потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения. И прежде чем с вами попрощаться, я желаю каждому из вас прекрасного настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok